Минутку, подождите, вы неожиданно так зашли, мы только из храма пришли. Минутку буквально. Добрый день. Добрый. Кто вы будете, откуда? Меня зовут Дмитрий Черновцов, Украина. Украина. Да, меня слышно хорошо? Да, и хорошо слышно, и хорошо видно. Дмитрий Черновцов, Украина. Не против. Я слушаю, пожалуйста. Первый вопрос. В послании к римлянам 10.17 пишет «Вера от слышания». Но у нас здесь монастырь есть, вы его знаете, Банченский монастырь в фильме «Форпост». Он был снят, про него фильм «Форпост», там снят этот монастырь. Я туда ехал, и там в фильме был показан мальчик, который слепой, глухой и немой. Как к нему применить эту фразу «Вера от слышания» и как, в общем, как спасать этих людей, которые не могут принять Христа через сознание или как. Я не знаю, вот можете сказать по этому поводу что-то? Я понимаю, о чём вы говорите. Дело очень непростое. Их учат с детства. Там и сурдолог, он бы помог, а так они как-то по ладони ему объясняют. Я видел однажды такую женщину, но она глухонемая, совершенно она не слышит, не сказать ничего, а потом как-то научились что-то говорить её. И она речью, не жестами, а речь понимает по движениям губ. А её даже, когда она принимает какую-то, разговаривала, не понимает. А когда наклонилась, что-то там взять-то, а в это время-то клиентка говорила, она подняла голову, и она поняла, она что-то говорила. Это действительно так. Профессор она. И главное, в комнате, вот убранца какое, она всё абсолютно выбирает сама. Я читал про таких. Это удивительные люди, но я не знаю, у нас глухонемых целая тут группа была. Многие изучили, с ними разговаривали свободно. Вот, но с такими, не знаю. Это надо просто вымолить у Бога такой дар. Ну, конечно, про это ничего не сказано в Священном Писании. Все слышат, или видят, или как, а так совсем нет. Это ужасно. Вот я не обладаю этим даром. Могу сказать, что с глухонемыми я общался свободно, а здесь нет. Епископ Лонгин, он там тактиль, как бы за ладонь, да, дотрагивается и как-то общается. То есть, в принципе, это минимально могло бы что-то теории дать. Но плюс погрузить человека, крестить. Но он не может прочитать символ веры. Ну что, что не может за него прочитать? Надо заниматься. Вот я не знаю, как это, что сделать. Вот я в разных странах, где был, и русские живут, живут по 20-30 лет и ничего не знают. Да как вы так, вы не уважаете ни традиции народа. А они такие националисты, латыши. Я приехал через 3,5 месяца, я с ними разговариваю уже. Да они до того недобродушные, хорошие люди такие, работяги. Они знают, куда тебя посадить. Ну, мы сами-то должны маленько двинуться навстречу в чужой стране и так себя вести. Это тоже новая область какая-то. Я тут никакой помощи оказать не могу. Знаю только, что есть и работают. Вот есть такой форпост, может, знаете, там, он был, Жар, фамилия его, Михаил, а теперь он Лонгин, епископ. Это я про него говорю. Это я про него говорю. Ну, вот как это. Он хороший человек, у него другие люди есть. 20 километров от Черновцов монастыря. Спасибо. Я вообще, я как бы с детства верю в Бога, но семья у меня не верующая. Меня никто не учил. Библию я в 16 лет только взял в руки. За исключением у меня бабушка, мне читала детскую Библию. В детстве я это все забыл. И в 16 лет уже сам взял Библию. Читал по чуть-чуть. Но, в принципе, толкования этого и этого я ничего не знал. И такой сонный верующий был. Как бы верил, там, если тема заходила, да, но не жил по этому. Не жил, скорее всего, потому что, наверное, не понимал точно, как надо делать и что верно, что нет. Но вот в 21 год я смотрел видео и попал на Германа Стерликова. И он меня, как у меня получилось, что он меня, можно сказать, как разбудил. Он такой резкий и по всем параметрам разбудил. Не то, что я там стал адептом его, но я начал изучать все через него. Это вы о ком говорите? О Германе Стерликове. А, ну знаю. Германе Стерликове. Да, я его, как бы, посмотрел и он меня пробудил. Конечно, я сейчас уже понимаю, что у него не так, очень много не так, но он меня пробудил. Я начал изучать все, потом попал на профессора Осипова и в Ютубе смотрел много видео и нашел вас. И, ну, мне очень понравилось, я уже год вас смотрю и очень благодарен вам. Это, в принципе, я хотел вам такую благодарность сказать, что вот тут на Украине вас смотрят, и я многим знаком про вас рассказываю. Ну, можно следующий вопрос задать, да? Ну да. Следующий вопрос, я думаю, ну, что непростой, такое понятие, оно встречается в книге «Лук духовный», там, где крещение песком описывается. И встречается в серьёзной книге «Макария Булгакова. Догматическое богословие». То есть серьёзная литература, не просто какая-то чтива. И тут такое понятие, как крещение кровью. Что вы можете про это сказать? В «Луге духовном» написано, что там перечисляется, когда они пришли к Денисию, рассказали про крещение, там перечисляются виды крещения по Григорию Бослову. Крещение водой, духом и крещение кровью. То есть через мученическую смерть. Ну, в Евангелии это, они, Евангелиям это как бы подтверждается, что Иисус умер и излилась вода и кровь. Но можно ли так связывать эти стихи? Никак. Никак, абсолютно. А это именно для тех были, которые уверовали, вот сейчас, допустим, Георгия Победоносца ведут, а он им свидетельствует, и 70 солдат обратилось. Их всех на казнь. Этих на казнь повели, там 470 теперь обратилось. И им не дали минуты же нигде не быть. И церковь ввела такое правило, кровью своей. То есть они приняли и мученической кончиной за свидетельствую веру свою. А остальное, это уж у Бога как есть. То есть это, ну, сомнительное понятие. То есть крещение это и не крещение еще не точно неизвестно. Это говорит о том, что кровь разложилась на составные части у мертвеца. Он мертвый был, мертвый. Они просто его оглушили, и потом он выздоровел, и все, как говорят безбожники. Я понял, я имею ввиду, это можно считать за крещение или нельзя? Можно что? Вот так. Можно ли считать за крещение это, или это понятие ложное? Я так установила. Вы православный? Да, да, я православный. А вы к какой относитесь к патриархии? К московской. К московской? Да. Дело в том, что вы когда стали сейчас говорить. Но если мы православные, нам уже не надо в это входить. Я знаю, у нас посты, они не евангельского устроения. Ну, посты. Но я православный, и все вопросы сняты. Я обязан сделать это. Я делаю, а любви к этому нету. Я теперь молюсь, Господи, дай мне любовь к этим постам. Потому что я начальник детского лагеря. Приезжают дети. Самый момент, а тут пост Петров. Я не могу не дать ни сметаны, ничего. Просто, но я наставляю их и говорю, и мы все это принимаем. Ну, там растительное масло, там бывает халвы разные привезешь. Вы спросили, не спросили, а говорили о Германе Сервиге. У меня о нем написано. Я ему даю одно, знаете, как это название? Разрушитель. Он православную церковь ни за что считают. Он обманщик страшный. Нигде нет церкви. А он знает только одного епископа о вселенной, но никому не говорит. Он хватанул миллиарды в самом начале. На обмане всю жизнь живет. Я слушал вас, ваше мнение о нем. Поддерживаю ваше мнение. Мне очень нравится, как вы коротко охарактеризовали его. Но я ему благодарен за то, что он как бы разбудил меня. Я молюсь за него, и вы молитесь. Толщук дал вам, это хорошо. Я принимаю это понятие. Ну, просто оно, выводы, из него очень много выводов можно сделать. Например, что баптист или какой-то там другой сектант, который умер мученической смертью, может как бы спастись и получить истинное крещение. Можно такой вывод сделать или нельзя? А кого вы назвали-то? Ну, например, баптист или там... Никак, они не церковь. Ну да, но через крещение кровью. Можно ли они спасти сильнее? Нет, если бы они приняли православие, приняли полное крещение по-православному. У них это еретическое. Керпогенский говорит, Киприан говорит, и там нет ощущения, а есть только осквернение. И поэтому мы должны согласиться. Я баптистов знаю не один год, не два, 55 лет с ними работаю. И сколько из них пришло в православие? Неистинное. Они заходят на первую ступеньку, тут они правильно веруют, дальше они не идут. Они не церковь. У них нет рукоположения, нет священства, нет отпущения грехов. Это надо абсолютно точно знать. Вот у меня книги вышли, второй том «Открытым оком». Там я даю на все их вопросы ответы. Я читаю, у меня есть, я скачал все ваши книги. Уже два раза прочитал «Кисть на православие». Мне нравится, потому что она очень насыщенная, и при этом все так по темам разложено, очень удобно читать. Еще вопрос есть такой. Я попутно вам хочу сказать. В житии Киприяна-Харфагенского мы читаем, и далее Дионисия Александрийского и Иеронима Стридонского. Положение народа было аховое. Они православных считали еретиками, а еретиков считали православными. Дожили до того, что архиереи перестали верить в воскресение из мертвых. Вот когда семь ефесских отроков-то уснули, там на сколько, на 200 лет, а потом очнулись. Положение было ой какое. Блаженный Афифилак, когда поставили его в Болгарии архиепископом, он говорит, еретики буквально все полонили. Ну возьмите, в самом Константинополе, ариане все захватили, а одна домовая церковь, дома, без креста, дома. И кто повернул? Афанасий, диакон, а потом стал александрийским патриархом. Вот. Они все захватили. Ничего у Бога, все вымерено. Мы должны быть внимательны и следить за собой, чтобы самими попасть в эту яму. Такой вопрос. Хронология Библии, то есть Бытие, пятая глава. У Вас, в Вашей Библии, ну, Синодальной Библии, в Вашем издании хронологии две параллельно идут, или только одна? Потому что разные издания по-разному. Две параллельно идут. А почему? Разные кодексы. И поэтому предпочтение ни одно, ни одно. И по-еврейски так считают, а септуагенти так. Это умно очень сделали. Оно не влияет ни на что, но показали, что человеческое тут не вмешалось, когда переводили. Эти даты ни на что не влияют. Нет. Но мы берем все, как вот принято, 5508 лет от Адама до Христа. Это по септуагенте. Да. И от потопа до Вавилонской башни 721 год. Все тут. В 1656 году был потоп от Адама. Ну вот это дата по масорецкому тексту, а по септуагенте потоп был в 2000 каком-то году. И тут как бы есть два подхода. Вот я бы хотел спросить, который вы подход поддержите. Это что? Одни говорят, что даты по масорецкому тексту правильные. Другие говорят, что правильные по септуагенте. А третьи говорят, что мы не знаем, какие правильные, поэтому мы используем и то, и то, как бы всегда у нас перед глазами. Ну тут новый старый стиль больше влияет, больше новый старый. Вот все православные перешли на новый стиль. Осталось только три церкви, там грузинская, иерусалимская и русская. А какой правильно? Конечно тот, потому что астрономически показано, что календарь был не точный. 13 дней набежало уже. А как? Не, не, я не про календарей. Я не про календарей, вы, наверное, меня не поняли. Нет, я сказал попутно, просто сказал, это к нему не относится. А, попутно. Да. Понятно. Ну, то есть можно говорить так, что не давать приоритета никакой хронологии, а использовать две. Да, конечно, конечно, смотри. Жил он 950 или 930? Мне какая разница от этого? Там, ну, понятно, то есть две используются. На спасение не влияет ни на одного человека, ни на одного. И поэтому спорите об этом и скажите, а вы другой хронологии? Я даже мимо ушей пропущу. Какая разница? В главном, говорит, единство, во второстепенном свобода, во всем любовь. Тертулиан, там, или Августин сказал, тут типа еще разбирать-то, но это хорошо, это второстепенное. Да, спасибо. Еще вопрос интересный такой, ну, это практический такой вопрос, о вранье и о лукаусте. Я хочу, как бы, по стихам. Исход, первая глава, 19 стих. Вы откроете или так сказать? Ну, я там открывать не буду, я просто скажу, там повивальные бабки, которым фараон приказал убивать младенцев, как бы слукавили перед фараоном. Но пишет далее, что Бог, как бы, ну, Бог их за это похвалил. Благословил, да. Да, благословил, да. То есть, получается, здесь лукавство не осуждается Богом. Дальше, ну, не каноническая книга, или вторая каноническая, Тувита, 5.13. Там ангел Рафаил, когда его спросил Тувит о роде его, он сказал тоже неправда, не сказал, что он ангел Рафаил. А он там представился, как бы, родственником. Это, понимаете, тут немного сложнее, что бабкам открытым текстом было сказано, и они жизни сохранили, богоизбранному народу, возлюбленному сыну Еговы. А вот здесь ангел, когда сказал, тут за этим надо смотреть, какие были предшественники, и ангел Рафаил как раз был покровителем их, и он поэтому так сказал, тут никакого обмана нету. Понятно, да. И что, и нарекут имя Ему Эммануил, а назвали Иисус, да как, это по существу Он, с нами Бог, Он Бог, а яговисты там не признают, Он Бог, и мы должны это знать. А Иисус, Спаситель, сказано было Деве Марии, как, тут тоже все сходится. В одном месте, говорит, два бесноватых, а в другом один раз, так два или два, два, но Он описывает сильнейший, более одержимый. И так каждое дело, надо просто посмотреть, противоречий нигде нету, ни одного, даже в мыслях нельзя допускать. И объяснили эти места все. Ну, по этому виду понятно, это можно как сослаться там на то, что Он покровитель рода, или что там два имени у Него, что-то такое. А вот по бабкам как, то есть вопрос не по самому толкованию, а по практическому, то есть в принципе возможно сказать слукавить или соврать во благо, или это никак? Нет, нет, нам в глубины эти не проникнуть. Я скажу, что обмана, лжи не было там. Ложь от дьявола, дьявол сжится, отец лжи. И поэтому, когда считаешь, ну, есть такой канонизированный, есть там, ну, разные такие редкие где-то толкователи. Вот я смотрел у них, как они смотрят, Иоанн Златоуст, вот объясняет, никогда бы ты не стал объяснять так вот. И я, говорит, при всех противостал Петру, ибо Варнава лукавил Павел-то. А почему? Иоанн Златоуст говорит, здесь не было ничего. Они заранее как бы договорились. Люди смотрят на Петра, а сами держатся своего старинного там, удаляются от язычников. Они как бы отдельно где-то с Петром сидят и говорят, что делать-то? Он говорит, давай так, ты на меня нападешь, ты скажешь, что ты язычников делаешь. А я промолчу, а другие-то понимают, какое величие Петра-то. Они скажут, а нам что рот развивать-то, и они согласятся. Поэтому, говорит, они в упряжке два вала пашут. Если одного быка мы завалим, другой остановится. Нам это не выгодно, надо, чтобы оба были целые. Вот и все. Он адвокат был. И поэтому у него сильно развито было воображение. И это действительно правильно. Так, поэтому понятно. Так, вопрос. Вот, вы... Ну, я... Не все, конечно, видел, что есть, но так могу сказать, что только у вас я видел эту, так сказать, экклезиологию пяти церквей. Больше я не встречал. По крайней мере, чтобы публично так говорили, там пять церквей, это вот церковь, а то все другое не церковь. Это только я вас видел. Ну, мне очень это понравилось. Ну, просто я по неопытности, я не могу сказать, правильно это, неправильно. Мне это очень, конечно, нравится, ваша экклезиология. Ну, вопрос. Понятно, там с католиками, они признают семь вселенских соборов. Но когда, например, сирийскую церковь, это не старианская церковь, которая осуждена, и они не при... Это этики, получается, осужденные ертики. То тут, если мы смываем эти грани, то и мы можем так и далее пойти и смыть грани между ересью и не ересью. Так как тут сохранить эти грани все, чтобы... Мы в уме только сохранять должны. Я говорю, границы, церкви, очерчены рукоположением. Другого нет ничего. А там у них ереси. У нас своих хватает. Даже простое. Два перста молились до Никона, а потом три. Как правильно? То и другое неправильно. Это в этом элемент ереси есть. Ну, у нас так принято, я так и молюсь. А почему? На кресте божество не умирало. Оно божество бесстрастное, говорит Иоанн Златоуст. А как правильно? Правильно, первые христиане поднимали один перст, крестствует рогна, да, Христос царствует. И католики, пять ран на вещественном... Они из сегодняшних самые правильные в этом вопросе, только в этом. А не то, что там папа без бороды, смотреть не на что. Это не годится. Ну, я видел католиков, епископов с бородой. Очень красиво. У них борода и эта шапка, и очень красиво у них облучение. Это старокатолики. Старокатолики. Да, да, очень красиво. Да, да. Ну, тут у нас было, в одном месте мы беседовали, он католический священник, как у них называют это, свой ксенство. Ну, и я подошел под благословение. Мы уезжали очень далеко, по странам Европы. А все-то заснято было, племянник со мной был. Я знал, какие последствия будут. Но я пошел на это. Я признаю их благодатность. И с одним католиком за 55 лет я никогда не спорил. Никогда. Нигде. Зачем? Вот я сейчас выставил материалы, которые у меня к истинному православию. Там, человекоубийство и ложь Ватикана. Гордость там. Что есть? Все историческое показано. И ничего не скрываю. И когда католикам расскажут, что у нас одни католики пришли, другие там, семьями. Почему? Они увидели. Ну, я им говорю, что вы сохраните, что имеете. Если сердце тянется к православию, вы немногое потеряете. Но нигде не похулите то, где вы были. Мне совершенно вот, что они даже бритые, ну, и главенство Папы. Два вопроса, которые я не могу согласиться. Они просто вопиюще негодные. Прямо Папсу. С чего ради они лезли? Нигде этого не было. Ни Петру, ни один апостол не подчинялся. Все они одинаковые. Ни Фома, ни Павел, вновь пришедший. А как быть? Так вот, как я сейчас разговариваю. Я признаю, и на этом все. Я православный. И поэтому внимательно смотрю, чтобы ни один канон не нарушить. А их сегодня из 719 и 413 нарушается ежедневно, умышленно. Я посмотрел ваше видео, я купил себе книгу, правил читаю. На меня нападок столько, что вместе взятого Путина и Медведева на них меньше нападают с патриархом. Я недавно только вычислил, как в черный список занес, больше пяти тысяч человек. Тысяч. Почему? Потому что никто так не говорил. А я не смотрю ни на кого. Андрей Кураев это заметил. И заметил и сказал, Игнатьев, все равно какой епископ, там собор, не сходится с Библией. Перед Библией все равны. Поэтому я сказал, а вы не приняли. Это не мое учение. Смотрите, написано, что если раньше 30 лет рукоположили в пресвитера, священника, его извергать надо. 6-й Вселенский собор, 14-15 правила. Его никто не отменял. Если вы православные, каноны нам являются вехами на пути в Царство Небесное. Вот как объясняется. А их сегодня оставят там таких молоденьких, он ничего не знает. Как это так? За чего-то церковь установил. В диаконах 25, а в диаконисты не раньше 40. Все. Понятно. Там я тоже, когда вот еще начал это все изучать, у меня как бы душа потянулась. Вот смотрел видео Германа Стелева, и у него так, что все ересь. Что там, там кто-то сказал не так, там перевод там Библии не тот, ересь, там перстыни так ересь. Но потом я посмотрел видео священников, которые сказали, что если нарушается канон из книги правил, то это не называется ересь. Это называется каноническое нарушение. А ересь это повреждение догматического, как веры повреждения. И это подмена, вот в Германа и очень многих людей, там старообрядцев, подмена, что как бы назвать ересью каноническое нарушение. То есть намного, намного хуже, это, так выдают намного хуже ересь, чем оно я себе. Анафемия предает друг друга. А первая глава там, это первое послание к Коринфянам, 4-5, прямо говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда будет каждому похвала, он тайно осветит. Мы видим внешне, а у человека другое. А это вот гордыня, вот это гордыня и прелесть, два слова, они ими играют все время. А сами решают, кому в районе быть, а кому в аду, здесь на земле, то, что ему не нравится. Это не прелесть, не гордыня. Никак не отмечать, никак. Я могу по конкретному вопросу сказать, вот это нарушение, и поэтому не надо нарушать. А если нарушает, на два года отлучается от церкви. Так и должно быть. Да, вот апостол Павел говорит, не судя никак прежде времени, но и вы как бы из этого, ну я такого толкования не встречал, но вы как бы из этого вводите, что канонизация запрещена. Да, конечно. Да, я читал вот толкование, этого там не нашел, я толкование такое, как вы даете, но вопрос к вам. Если не канонизация, не канонизация, то есть убрать канонизацию, то что остается? То есть получается из этого тоже может дальше выйти, что нельзя молиться за святых, что нельзя обращаться к святым. А если можно, то каким можно, а каким нет? То есть без канонизации проблем, много проблем. Я каждый день должен молиться 7 раз, это 3 святые, это поминаю 77 святых. Я сказал, что не надо, раз они есть, я их всех принимаю, но я высказал согласно Слову Божию, никак не судите прежде времени. Как принято молиться всем, так и молитесь. Я же не сказал не молиться, я молюсь каждый день, ночью и днем. Я не отрицаю ничего. Но я есть святые, которым никогда молиться не молился и не буду. Иосиф Володский, это Сталин. Сталин настоящий. Я сейчас по этому поводу вас тоже спрошу. У меня есть подборка вопросов по этому поводу. То есть я послушал вот ваши про неканонизацию. В принципе, мне тоже, как бы мне это нравится, ваша позиция, но получается нюанс. Кому молиться, кому нет, как знать. Ну, например, я очень уважаю Макария Булгакова, то есть это и епископ церкви, историк, и он написал доминичное, доматическое богословие. И я ему могу молиться, хотя он не канонизированный, но при этом канонизированный многим. Вот я не хочу молиться. Тут получается вот такое, такое вот нестыковки. Ваше право. Да. Все. Вы не отрицаете само действие, что уже допущено. Я молюсь, и мученики у меня отдельно 10, вот я их 10 поклонов, а в это время у меня там может быть их 20. Отдельно святые отцы, отдельно, которые уже приняты, Иоанну Крестителю, Святителю Христову Николе, Преснадежью Марии Богородицы, Ангелу Хранителю. У меня 10, 100, и по 10 как раз, посчитал 77 поминаний разных-то. Я ничего не отрицаю, но это мой выбор. Я признаю, что есть, но определенных святых, вот я насчитывал житие святых, и пометил, вот этот больше всех страдал, этот больше всех сумел укрепить, они все взошли на небо, вот Анфимник и Медийский. 32 тысячи, ни один не отрекся, все сгорели. И поэтому, некоторые даже не знают, я все время молюсь Иерону, Иерон, он не пошел служить в языческую армию, в языческую. И мы потом, у нас, которые наши близкие люди, они альтернативное выбирают, заранее пишут заявление, ну, не 2 года служить, а 3, ухаживать за больными, а их вообще не берут в армию тогда. Не берут, а заявление подали, на приемный пункт пришли, и сказали, идите домой. Поэтому, нам не положено убивать, и мы заранее пишем, я не могу подносить снаряды, корректировку огня вести, окопы копать, идти на минное поле, спасать раненых, мы пойдем отдать душу за ближнего. Ну, Николай не убивает. Это есть тоже вопрос, сейчас я вам задам. Есть такой фильм, это вам, Мэл Гибсон, он снимал «Страсти Христовые» фильм, и у него, слышали, да, про фильм «Страсти Христовые»? Как называется? «Страсти Христовые». А, Гибсон снял. Да, да, Мэл Гибсон. У него есть еще один фильм, я не знаю, видели вы его, но если не видели, советовал бы вам посмотреть и прокомментировать, сделать отдельный ролик, я думаю, людям бы было очень интересно. Фильм на реальных событиях называется «По соображениям совести» про солдат-американцев. Я видел, 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 он там пошел в армию, но только спасал раненых, там сипонов не воевали. Прокомментируйте, пожалуйста, он сделал правильно, а он сделал неправильно. Правильно. Потому что мне... Абсолютно правильно. А вот Гибсона в этот «Страсти Христово» мне фильм не понравился. Я могу объяснить. Но мне-то... Не понравился. Объяснить. А о Христе лучший фильм нет, называется «Иисус». Иисус, просто Иисус. Вот там по Евангелии от Луки это вообще и считает правильно, и все правильно. Новый или не новый? Новый из новых фильмов этот Иисус? который раньше был поставлен. Там 150 тысяч только участников было. И фильм и Иисус. я посмотрел этот фильм, я уже знал вашу как бы позицию, что вы там не воюете, не идете в армию, и посмотрел этот фильм, и мне показалось, что он сделал неправильно. Вот я сейчас скажу свое мнение, прокомментируйте, пожалуйста, что я там думаю не так. Он пошел спасать людей, это, конечно, хорошо, но ему же сказали, на твое место есть кому пойти, и он будет лучше, потому что он будет оружие держать в руках, и он себя защитит, и, возможно, спасает даже больше. для чего ты сюда идешь, чтобы тебя еще другие солдаты защищали. А получается, он занял место того, ну, другого медика, который мог бы иметь оружие, он бы себе сидел там. И мне показалось, что его поступок это просто боязнь как бы до конца остаться висней, боязнь того, что общество назовет его трусом. Мне показалось, что он мог не идти, ему сказали, иди, иди, там у тебя есть возможность не идти в армию. На твое место придет тот, кто будет с оружием, и он будет намного эффективнейший. Эффективнейший. Для чего ему было идти? То есть это, я в этом видел какой-то страх перед обществом, что его осудят. Как бы, и туда не... Хорошо, дальше что? Даже он так думал-то. Но думы его не повлияли на его героический подвиг. Это все признали. Мы не должны на этом цикливаться, да? Он поступил правильно, правильно, потому что он этот фильм поставил «Адвентисты седьмого дня». Он из «Адвентистов» был. Да, они... Так, ну а Гитлер заставил их, они у него служили и у Сталина служили. Не все. Я вот сидел, когда в лагере, у меня были два свидетеля «Югова» называются они. Ребята замечательные, какие они хорошие. Они мне даже завидовали. Вот вам разрешили Библию, а нам не разрешают. Ну не разрешают это. А один из них, тот сразу пошел по помойкам собирать и курил и прочее. Вот вам, вы видите, как... И они все отсидят по три года, и они дальше возвращаются домой и все. У нас, говорят, и дед сидел, и родители, они знают. Но они такие мастера, у нас там швейные мастерские были, они все ремонтировали, машинки, и мы часто с ними беседовали. Я про них ближе узнал. Это очень нравственно, просто чистые люди. Но они еретики из еретиков даже хуже. Вот можно ли назвать свидетели главы вообще христианами, или это псевдо-христианское? Нет, нет, нет. Псевдо, да? Это... Иоанн Златоуз говорит, для многих, даже православных, слово христианин звук, вводящий других в заблуждение. Это еретики. Еретики в Царствие Божие ни один не войдет, потому что это к делам плоти. Говорит, там офисы пьянства, прелюбодеяния, ереси, Царствие Божие не наследует. И мы даже с этим согласимся. Потому что наша святая непорочная церковь, она все это установила на вселенских соборах. Они не признают его божество, символ веры не признают. Они совершенно никакие. Но они думают, я говорю, а как дальше будет? Ну, умрут там на других планетах, у них там будут трамваи, но только они газа не будут выпускать. Ну, вот тут глупости всякие. Спасибо. Еще вопрос... У нас спасибо не говорят, а говорят, спаси Христос. Спаси Христос, но спасибо... Спасибо. А спасибо, это считается от монгольского времени. Падали, когда просили пошины избавить, спасибо. И так соединилась последняя, ассимиляция звука. Я слышу, что говорят, спасибо, это спаси Бог. Нет, нету там. А зачем было заменять? Бог непонятно, Богом человек называется, а Христос четко и ясно. Одно такое имя, сразу человек понимает, это христианин. Даже спаси Господи так не влияет. Спасибо, Христос. рассказать. Из-за того, что я сказал, спаси Христос, было свидетельство, я на ходу в ресторане четыре часа проповедовал. Четыре часа, потому что коснулось, сказали, спаси Христос, через вагон пошли, а там директор лежал, она услышала, и, а кто Христос, где? Да вон пошли Иисусики. Я уже объяснял это как. Слово Христос, Иисус, надо повторять везде. Да, вот в связи с этим вопрос, это как бы такое исповедничество. Вот, например, ну, я работаю на работе программистом, и я на разных работах работал, вот, например, если я захожу в офис и говорю, там, Христос воскрес, или там, ну, употребляю такие религиозные всякие выражения, то это как бы можно это делать, или лучше не делать, потому что может там зайти, например, иудоест, или там, индуест, или буддизм, и буддист, и так же самоговорить. Это надо устраивать, это или не надо? обязательно надо, с молитвой, и Господь через это может привлечь. Вот идет татарин, а русский идет, и знает, что татарин, мусульманин, он говорит, Христос воскрес! Он, ай, Христос молодца! Вот и все. То есть, все-таки лучше сказать, да? Конечно, кто бы ни был, вы освещаете сам воздух, все естество, вы прямо свидетельствует, как солнце, взошедшее для них. Оно, говорит, для злых и добрых солнца восходит. И ваше слово, как пишет Григорий Нискет, оно имеет силу воплощаться, приобретать зримость. И Господь говорит, слово ко мне не возвращается тщетным, оно выполнено, для чего я послал. Вы благовестник! Да, спасибо. Спасибо, Христос! Спасибо, Христос, да. Во славу Божию! Вопрос такой, актер, актер это христианская профессия или не христианская? Нет, нет, нет. А хлобыстина, нужно немедленно его оттуда вытряхивать. А его еще в священники положили. Или Федор Конюхов, который раз в кругосветной путешествии, кому он? Медузом проповедует? Он идти должен благовестить. А вот так, он столько раз уже вокруг земного шара на шаре летал, а там у него задействовано до трехсот человек было. Как погода, куда идут потоки, ему надо было, чтобы в одно место его... Там разные потоки в разные направления идут. Зачем? Каждая минута такая дорогая. Возлюбленный мой Господь, они не знают, песня-песня об этом говорит. Если я христианин, как я буду по-другому-то поступать? Он дал мне время и землю, солнце, питание, а я буду чем попало заниматься. Ну что это такое? Актер, даже вот если в священнике кандидатура какая, а она актриса, и она девушка, и он женился на ней, его в священнике нельзя брать. А прелюбодея, в специальности прелюбодейство, но были такие, которые во время представления, когда они критиковали христиан, в самый момент этот обратились к Богу. Вот такие даже и есть, это по житиям святых. Вот. Нет, это не наша специальность. Вот меня задействовали в четырех фильмах. Вот один из них причинствует, он занял первое место на международном киноконкурсе, второе, это у меня прозвище Златоус из Потеряевки, первое место в России. Я видел, я видел. Вы видели. Я ничего не добавляю, какой, я говорю так, как есть, причина падения, что дала революция, кто они такие, в чем вина царя была, то есть, это исторические данные надо знать. И ничего больше. У меня просто такое появилось чувство, что документальные фильмы, или там, ну, там, реальные фильмы, вот так, как ваши, там, где вы не играете роль, играйте сами себя, просто рассказывайте. Я смотрю, я смотрю разные передачи, там, исторические, там, документальные, мне нравится, но там, где играют роль, у меня какое-то отвращение появилось, я не могу смотреть. То есть, ну, это, грубо говоря, так лицедейство, но я, я просто, вот, не могу, то есть, это, чувствую обман, и я думаю, что это, в принципе, тем людям очень плохо влияет на их душу, когда они прикидываются кем-то другим. И мне, я не хочу в этом участвовать, то есть, поэтому не смотрю. Но, однако, есть такие фильмы, которые можно посмотреть, Иуда Бен Гур, Иуда Бен Гур, видели? Я не видел, я читал, это 11 Оскаров, это надо увидеть, или такой фильм Еремия, Моисей, их даже нельзя назвать фильмами, прямо реально, кажется, все. Вот даже на должность артист, который там, полторы тысячи, кажется, было их кандидатур, как они тщательно подбирали. Но это, ну, надо искупление, вот искупление, для евреев фильм, как он, видели, нет искупления? Нет, искупления не видел. А надо запишите себе искупление, это для евреев, ты сразу забудешь, что это фильм, для евреев, и евреи играют, он как проповедует каждое слово, каждая деталь, каждая тряпочка, он объясняет, что это такое. Ну, какие фильмы, вот я знаю, где-то Авраам, Иосиф, ну, библейские названия, там очень хорошо показаны, и это не грех такое посмотреть, их даже артистами боязно назвать-то. Ты реально прямо веришь, что он так и выглядел. Ну, понятно, просто мне там, я смотрел вот фильмы про Иисуса, и новый, ну, относительно новый фильм, Сын Божий, тоже по Евангелии от Луки, и там и Раскол, фильм смотрел, и Иеремия, и множество смотрел, и Ной фильм, и там, там, Цари и Боги, фильм тоже новый про Моисея, вот. Мне, как бы, кажется, так показалось, что это излишне, это уже передавание, вот там, тот же фильм Страсти Христовой, где там Христос, на это все смотреть, это как бы уже излишне, мне показалось, это уже, как бы, опасно даже такое смотреть, там, где Христос падает, он там весь в крови, или все-таки, и... Видите, Края Азатаус объясняет это дело, он говорит, почему-то там, он определенно выделяет, там, бассейны были, там, голые женщины купались, и ты приходишь домой, тебе своя жена немилая уже, он прямо показывает, ну, как я могу сказать о фильме Иисус, когда все поэтапно идет, цитирует Священное Писание, Синдональный Перевод, что можно сказать? Вот Достоевский написал, гениальнейший у него есть Великий Инквизитор, Михаил Ильянов 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 играет, я это отлично знаю, но никогда бы не подумал, что можно сыграть, Великий Инквизитор, вот если когда придется, сразу... А я слышу, это вообще запредельно, или вот допустим, даже Достоевский говорю, Евгений Миронов играет, он идиот, это не до того времени, он такой, ну, прямо туда вводит, я когда считал, у меня это воображение, не хватило на это, а когда посмотрел, это вообще гениально, ну, есть даже такое выдуманное, но столько в нем открыто, вот как у Михаил Булгаков, там вообще это собачье сердце, или Иван Васильевич меняет профессию, там бы как бы вас смеются и показывают, какие мы есть люди, а я начальник детского лагеря, мне нужно найти фильмы, которые были бы безопасны, а потом мы можем обсуждать, дивергент, вот такой пришлось посмотреть, иначе они будут смотреть, что попало, они же смотрят дети-то, а теперь мы обсуждаем фильм, я объясняю, почему тут так сделано, вот так, что нет ни одного места противоречащего священному писанию, нету нигде, а тех людей нету, показывают, а в священном писании разве так есть, мы все такие же лицидеи, мы же херувимы поем, да, ну какие мы с вами-то, а и же херувимы означает, мы из себя представляем тайну херувимов, перевод один, мы воображение, мы как херувимы стоим, златоуст говорит, и же херувимы тайно образующие из себя, мы образуем, мы все лицидеи, ну нельзя же так подумать, что это нельзя, почему, это церковный, это эфористический канон, это сердцевина всего богослужения, и надо, ну думать так, не надо крылья себе рисовать, но очистить всякие скверны плоти и духа. То есть, в принципе, если хорошие фильмы, можно быть актером? Из артиста помолиться за этого, а когда там бритый этот, охлобыстин, да играет разных юродивых, там что, его немедленно надо выкидывать оттуда, но есть такие, которые даже, верующие, вот Петр Мамонов, знаете, вот остров, остров который, что можно сказать? Как вы относитесь к этому фильму? Я считаю, я уже отвечал об этом-то, они на голый крючок клюнули, вот такое православие, 9 лет прошло, он все Господи Иисусе Христе, он не верит, что Бог его простил, а он там юродствует, дым он опустил, там все побросал, одеяло и где-то, ну это православие в натуре, в натуре, то, которое погубило все, не просто православие, а православие в полный рост, и монастыри, а теперь в монастыри кинулись, и дорогой там жениха она найдет, и все это печатают, говорят, ну просто карикатура. Нет, вот я изучал монашество, много литературе читал, и пересмотрел, и в ваших книгах «Открытым оком» читал про монашество, там 8-й там, или какой, или там, да, 8-й вроде, и все видео про монашество ваше пересмотрел, и такой вопрос, ну, я понял, я понял, что вы имели в виду, мне кажется, про то, про монашество, но, если такой вопрос поставить ребром, можете ответить, вот я поставлю его, эталонный монах, и эталонный миронин, кто, как бы, лучше, перед Богом? Ну, в первую очередь, монаше и миронин ничем не отличаются, правила одни и те же, только тому нельзя жениться, все, только одно, а остальное все одинаково, и поэтому, их заперли, миронину легче, вот я не, ну, миронин это неправильное название, я не миронин, простец назвать, миронин это мирской человек, безбожный, неправильное мнение, слова неправильные, и вот теперь мы едем, от Тихого до Атлантического океана, я дарю все свои 38 книг, библиотеки, везде народ собираемся, на стадионах, а он никуда, брат у меня поехал на Афон, идем в столовую, разговаривать нельзя, обедаем, разговаривать нельзя, обратно пошли, разговаривать нельзя, это дар слова, вера от слышания, от слышания от слова Божия, это попрано, монашество, такое виду наделало, знаете, мое выражение какое, что злобный, в том виде, в котором есть, Игнать Тихонович, Мухаммад умер в 632 году, как пишет Андрей Кураев, и за 6 столетий, ни одного Кирилла Миподия не нашли послать к ним, два миллиарда мусульман могли быть православными, извините, я это все ваше слышал и видел, я хочу так, вопрос поставить, не плохой монах, и хороший миранин, а истинный монах, и истинный миранин, кто как бы больше послужит Богу, потому что... Миранин, если бы он один монах был, без всяких обетов, вот как у Елисавета было, царской семье, там Елисавета, правильно, Марфа Мариинская обитель, без обетов, знаете, да, они не дают обет, они, сестры Милосердия, там у них все нарисовано, и она за ним ухаживает, за больным ногу оторвала, и он ей понравился, и говорит, матушка Елисавета, вот я за Семеном-то ухаживаю, он зовет деревню, езжай, матушка, а если бы она была монахиней, и пошла за него, она навсегда отторнута от церкви, а здесь она свободная, никаких обетов, я за монашество, за монашество, чтобы они, вот Лонгина вы знаете, и они вышли на меня, когда он отказался, понимая, от патриарха Кирилла, и там гонение было, и вышли на меня, и хорошее, но я сразу сказал, вы делаете неправильно, у вас там 470-490 уже человек, настоящие природные румыны, украинцы, русские, там, я не знаю, болгары есть, нет, вы посылайте этих монахов туда идти, благовествовать людям, народы-то не знают Бога-то, оставьте там старые, там, которые, ну пусть они уходят. Я видел это видео, да, мне понравилось. Они сразу отстали, отстали, а то прямо, все, уже передаем батюшке, там, епископу, и патриарха не поминать, да им еще холодно, говорю, еще придумали, поминать, не поминать. Если они на меня наставят, почему не поминаете, а я поминаю, то я, наверное, скажу, что там моя молитва тогда, выше всех ваших. Почему? Вы все молитесь, и недостаточно моей молитвы, он не спасется. Вы сами говорите, моего привезка вот этого не хватает. Чего вы привязываетесь? Мы, когда у нас служит архиерея, мы к православной заурбежной церкви относимся, вот, юридически. А теперь приезжает местный митрополит патриархийный, мы вместе служим, причащаемся. Мы заранее, еще до этого объединения было, мы признавали благодатность московской патриархии. Почему? Все эти ответы я получаю на молитве. И вы не ошибались, а как я могу ошибиться, я молюсь об этом день и ночь. И как узнать? А сейчас самое страшное, что в стране есть, это придумали миссионерские отделы. Самое жестокое, коварное, хитрое, подлое, все туда идет. Они жестокосердные. Я видел, да. Видели? Иоанн Тихонович, вопрос, смотрите, вот давайте вопрос монашства мы разделим на две части. На часть, кто лучше, монах или миронин, и на часть, может ли быть монах, как бы, монах, ну, без прямого обета монашства. Вот, разберем. я не то, что там, сейчас буду вам учить вас или утверждать, но просто, ну, на эту тему, я думаю, будет интересно. как вот мать Тереза. Вот это я приведу. Послушайте, послушайте, вот я вам скажу, а вы прокомментируйте. Я вижу Священное Писание, что апостол Павел и сам Иисус говорит, что тот, например, апостол Павел прямо говорит, лучше быть без жены. Тот, как бы, лучше делает. Значит, лучше. Значит, плод, иное дает 30 там, а плод в 30 крат, а другой в 100 крат, да? То есть, святые отцы толкуют, что 100 крат, это как раз монах. Иисус сказал, что кто ставит отца и мать ради Меня, ну, то есть, это тоже, как указание, прямое указание на монашество. Что это, как бы, лучше. Но, и есть, это, то есть, что перед Богом, и сам Иоанн Злотууст, вот вы начитывали о девстве, он там пишет, что монашество лучше, и тот, кто говорит, что монашество не лучше, он потом скажет, что там и дальше пойдет, что и брак там плохой, и так далее. Получается, что он говорит, что монашество лучше, но лучше только потому, что хорош брак. То есть, брак хорош, и монах от такого хорошего, как бы, отказывается ради Бога, чтобы служить ему. Не чтобы сидеть в монастыре, я не говорю про плохих монахов, а про хороших монахов, которые благовествуют. Есть такие, если такие, это другой вопрос. Но в теории. Получается, что перед Богом монах, это более совершенную, он делает работу. И нельзя класть на уровень. Это как Мартин Лютер сказал в конце, что там нету разницы между мирянином и монахом, в конце концов монашку совратил несколько монахов. Но это же нельзя так, правильно? Монах, мы должны... Иоанн Дамаскин прямо говорит, что монах, это как бы английский образ, он выше. И не то, что он должен сидеть, но в принципе, эталонный монах, теория его, это лучше, чем эталонный мирянин. Он больше служит Богу. Так или не так? Не так. Потому давайте, слово монах не встречается в Библии, выбросьте его, и от вашей речи ничего не останется. Не монах, человек, который отказался... Не который не женат. Извините, вот который не женат и ради того, чтобы служить Богу. Не просто не женатый. Это тоже надо... Который не женатый ради того, чтобы служить Богу. Я согласен с вами. То есть это монах, да? Нет, это не монах. Это еще не монах. Монах это определенная каста, которая за монастыря, за стенами сидит. Мандр, мандр-стена, и архимандрит будет. Надо до конца договориться, что монашество – это абсолютно антиевангельское явление, что всех запечатать. Вот 11 мужиков у Пахомия только было, а были монастыри по 50 тысяч. Вот вы сказали сейчас, кто оставит отца и мать. А вы правила все читали, книги правил? Конечно, читал. А Гангский собор что говорит? Я могу с Библии взять. То есть, кто домашних не печется, хуже неверно отпавших вер. Это понятно. Но Иоанн Златуус досидел свою мать и потом пошел в монахи. То есть, я не говорю про монахи, это институт монашества этот искусственный, про который вы говорите. Я говорю, в принципе, эталонный тот человек, который неженатый. Он больше делает? Или вы ставите неженатым? Написано, говорит, женатый заботится, как угодить жене, а не женатый, как Господу. Вот и все на этом. Вот этими надо оперировать, этими фразами. За двумя руками. Но монахшество ни при чем. Выкиньте это слово. Его нету. Монах, он должен сидеть. А если где-то ходит, то вылавлять и за стены толкать правила. А теперь оставит отца и мать. Мы считаем Гангский собор. Если ты оставил отца и мать, а не докормил, допоил, под клятвою, то есть проклят. Далее. Оставил жену, ушел. Под клятвою, проклят. Оставил детей, под клятвою, проклят. Теперь... Вы еще... Вы еще сейчас это вспомните. Я буду вас по житям спрашивать. Я подобрал такие жития. Вы примените эти все правила к ним, я думаю. Сначала вот то, что я говорил. Вы поняли? Я понял абсолютно. Мы туда сначала распадаться. Абсолютно. Спасибо. Я читал Григория Флоровского. Он там рассказывает, там, христианство и пустыня. У него есть такая там работа. И он рассказывает, как создавалось монашество. То есть все ваши тезисы о том, что монашество это как бы конфронтация, была к отмещению церкви. Это все проверено. То есть это... Я могу ваших там... Кто на вас нападает, прямо цитатами из святых отцов, где они это тоже говорят. То есть, например, Игнатий Бринчанинов говорит то же самое в разговоре монаха с мирянином про то, что монашество создалось в IV веке, когда церковь... Много людей, неверующих, по сути, пришло. Григорий Флоровский тоже говорит об этом. И еще много-много. Это даже Иоанн Кристианкин пишет в своей книге. То есть это все вы правильно говорите. Там даже не надо там спорить. Если читать святых отцов, это будет видно. Но такой вопрос, вот вы... Вторая часть вопроса. То есть, в принципе, лучше, не лучше, это понятно. А вот вторая часть вопроса. В книге правил Василий Великий говорит, что надо... И спрашивает, как бы... Ну, заставлять человека, чтобы он дал обед. То есть не может быть монах... Вот я монах, а завтра не монах. Он говорит, что надо именно брать обед. То есть, конкретно, надо брать обед. Это в книге правил есть. Я могу найти, но если, я думаю, может быть, вы знаете... Ну, вы помните, наверное, но я могу сказать, где это написано. Что надо брать обед. Как к этому относится? Он так просто, как... Лучше, говорит, не брать. Наоборот. Ибо Бог на небе, а ты на земле. Лучше не давать обещания. А мы дали обещание Богу доброй и совести в крещении. А теперь придумали. Монашество – это второе крещение. Это более фальшивых слов нет. И они говорят... Я только на днях считал Игнатия Брянчанинова. И он говорит... Монашество кончилось. Остались одни, говорит, артисты. Он не знает, актеры. А актеры ничего не сделают. Представьте себе. Он объезжает и во всей России, говорит, едва ли четыре монастыря, едва теплются. Монашество кончилось. Феофан Затворник говорит, 1861 год. Еще одно. От силы два поколения. И веры православной не будет в России. Я говорю, тут два варианта. Или он был лжепророк. Или имел в виду не то православие, которое сегодня. Только тогда мы можем понять. Какое сегодня православие? Это ничего не знают. Пришли, ушли люди. И вообще не бывает. Колесное. На колясочке привезли, покрестили. На кадиллаки приехали, повенчали. Ну и дальше похоронная процессия третья. Все. Вот как правильно? Правильно так, как апостол Павел говорит. Никаких обетов. Обеты мы дали в крещение. Обещание Богу доброй совести. А теперь какое? Еще доброй совести? Зачем дальше? Да давайте, когда я уже дал. Никто про монашество не знал и не слышал. Это придумка все. Они не знали, как спрятаться. А вот в содружестве вместе, даже напоминание маленькое. Первая попытка сделать, чтобы люди отдельно были, это Петр. Сделаем три кущи на Паворе. И все закончилось. Потом Господь сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, сидите. Они сидели 10 минут, 10 суток, монашество, оно кончилось. Сошел Дух Святой и говорит, идите по всему миру. Идите и благовествуйте. Вот если бы они делали, как мать Тереза, тогда приемли все это дело. Она и спрашивает, монашество в миру. У русских тоже это было. Монах, у католиков благословенный, работать рабочим и там свидетельствовать. То есть прямо работали в пожарной команде, работает слесарем. Но он благословенный на это дело. И он там беседы говорит и проникнуть внутрь народа. А у нас нету, забрали его и ничего нет. Андрей Кураев говорит, ты хочешь монахи, вообрази, что я епископ. Давай ножницы. Я тебе скажу, имение квартиры ты должен отдать монастырю. Первое. Дальше. Пить и есть только то, что я тебе дам. И по порядку все. И когда ты мне не понравишься, я выпну тебя отсюда. И ты будешь бомжем. И не имеешь права жаловаться. Так, давай ножницы постригать. Че попятился-то? Я видел, как постригают и как ножницы бросают. А он ползет по-пластунски. Берет и опять постриги. А у самого пальца прокуренные желтые. Ничего не хотят делать. Я вам зачитаю, чтобы не быть голословным. Второе каноническое послание 100 отца нашего веселья, архиеписква Кесария Каппадокийского Камфилохи. Значит, правило 19. Обе-то мужей незнаменных, как разве которые перечисляли себя к чину мунашествующих, которые молчанием показывают, яко приемлют безбрачие, но и для сих приличным быти мню предварительно да вопрошаются и да приемлятся от них ясный обет девства. И аще совратятся к плоту угодному и сладострастному житью, да подпадут и петемни положены для любодействующих. То есть он пишет, не знаем иных, как те, кто перечисляет себя к чину мунашествующих, и те, которые дают как бы обет безбрачия. Но надо и спрашивать именно этот обет. Просто так нельзя. Так как Григорий Сковорода, или там тоже католиков очень почитается, Эммануил Кант тоже ни разу не женился. Так вот профессор Алексей Ильич Осипов тоже не женился. Это получается здесь, по этому правилу это так нельзя делать. Что вы скажете? Понимаете, вот что вы сказали, совершенно ни одного слова нет из Евангелия. Здесь эпиграф главный. Евангелие от Иоанна 12,48. Я не сужу Господе. Слово, которое я говорил, оно будет судить. Мне это понятно было, когда я в 23 года первый раз к Библии прикоснулся. Мне надо теперь ориентироваться, держать туда. И во свете Библии у меня все книги называются. Не по Библии, все кончено. Мне это не надо, я сразу отхожу. И здесь священное писание так не учит. Обет в крещении, все. Лучше тебе не давать обет, ниже нарушать. А теперь он женился. Вот у нас ферманах тут рядом был. А теперь скинул, все, женился и все пошло. Сколько таких нарушений? Зачем ты связал себя? Мне близкий парень, он в лагере у меня был. Там такой прям голосище. Как-то он поступил в Белоруссию. Какой-то там драмтеатр или где. Наконец-то они такой-то там баритон или что-то. Вот. И какой-то девчонке посватался. И она-то там против него птичушка какая-то. И она отказала ему. Он ни слова не говоря принял монашество. Он абсолютно неприготовленный. Неприготовленный. И ничего нельзя сделать. Отец у него священник. Он пришел ко мне на дом и говорит, что делать? Вы против монашества? Так можно меня сбросить? Я говорю, а где ты нашел, что я против монашества? Покажи хоть одно. Я за то, чтобы не было нарушений. А это не было нарушений, не надо принимать. Но я принял. Теперь до конца держи. Раз обещание дал, все. Закрыты пути. Люди никак не поймут. Я делаю так, как написано. И все. А он пошел тогда, закончил консерваторию. Или там, я не знаю, там, такие международные премии там берет. Я с ним встречаюсь потом. Полностью потерял веру. Никакого Бога нет. Я могу вам сказать, вы его посмотрите, как он поет. Поет в интернете, там где-то в больших театрах поет. Князь Игорь и прочее. Дайте мне свободу. Я свой позор сумею ступить. О, спасибо, вот вы, так, вопрос у меня появился. Сейчас скажу нам, вот, ну давайте, ладно, чтобы не забыть, монах Фоти. У вас монах Фоти, а у нас... Я не знаю, выгнали или что там говорит. Он сейчас не поет даже. А у нас тоже, тоже с московского патриархата Александр, отец Александр. Если я не ошибаюсь, да, тоже пошел. Ну, у него жена есть. Это как? Я это посмотрел, это просто, ну, шок. Кощунство, кощунство. И поет, о чем он поет-то стоит-то? Он поет о том, говорит, как явилась она, как видение. Стоит в монашеской одежде и поет. Ну, чего смеяться-то? Есть такая, раньше, картинка была. Он сидит над книгами и задремал. И дальше показан сад. И он там ее обнимает, прижимает. То есть, он во сне, он весь там. Ну, зачем тебе было это делать? Надо так. Это, вот, один человек для Бога служит, это золото, без всяких монашеств. А который женился, серебро, но мы серебро не выбрасываем. Кому как дано. Лучше жениться, чем разжигаться. Вот он борется, не может. Он там, первая бабенка, и он уже там потерял голову. Лекарство очень легкое, продается оно. Бесплатно. Женись. Все удовольствия. Заботься о детях. Как Павел, прям простый. То есть, когда апостол Павел в Библии говорил про там девство и не девство, он имел в виду, ну, то, что вы говорите, что ты держи детство, но если очень там прижмет, то можно жениться. Да, женись и все, и живи как. Живи. Мне это открыто было с первого дня, когда я стал читать. Почему? Я на молитве проверял. Никаких доказательств, что монашество должно было быть. Сейчас основатель Ян Креститель. Он не женился. Ну и вы тогда можете подряд всех брать. Мало ли безбрачных-то. Ян Креститель. Ну где у него стены? У него вся иудея собиралась. Еще монашество. То у него ничего не было. А он акриды, дикий мед собирал. Ну, акриды это, по-нашему сказать, ну, близкое что-то к рыбе. Близкое, много витаминов. А мед-то там в камнях доставал. И уже монах. Богородица первая монашка. Дальше не знает, что сказать уже. Это вообще не годится никуда. Ну, понятно, понятно по этому вопросу. Да. Есть такой вопрос. Вот о длинных волосах у мужчин. Ну, мне категорически не нравятся длинные волосы у мужчин. Не знаю почему, но по Библии обосновать я это не могу. Почему не могу? Потому что тот стих, что апостол Павел говорил, постоянно опровергают. Чем опровергают? Тем, что он был на заре, и у него, когда он это говорил, были длинные волосы. Или тем, что был он на заре, не был, не важно. В принципе, есть такой, был такой встуд, как на зарейство. Вы, я смотрел в ваших видео, вы говорили, что это там на, 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 на некоторый срок. Это понятно. Но есть, были на заре, которые на всю жизнь были на заре. И насилие для них волосы. Как это вот? Никак. Никак. Для мужчины волосы без чести. Все сказано. Для женщины честь. Все отошло. Все, да, то есть, они на нас. Один раз сказали, все. Посмотрите, Ян Златоус везде короткие волосы, даже на иконах, все короткие волосы. А это вот уже Ян Кронштадтский пошло, это бабья характеристика. Ну, зачем это нужно? Женщина честь, мужчине бесчестье. Все кончилось. Бородом ни одной волосинки не трогай. А то и усы подрезает, как причащаться. У меня слабо растет, очень слабо растет. У вас хорошая борода, очень прекрасная. Спасибо. Так, такой вопрос по житиям. Вот вы постоянно, как бы, говорите, вы там читали много, несколько раз все жития. Я симфонию на вас оставил на житие. Да, да, я видел вашу симфонию. Очень хорошая симфония. И поэтому я вас, по житиям буду говорить. Жития выбирал не самые евангельские, я так скажу. Не самые евангельские, чтобы послушать, что вы скажете. Вот Ксения Петербургская, вот скажите. Что вы можете сказать? Ну как, переоделась в мужскую одежду. Ганский слабор, подклятвую. То есть проклятие. Вот и все, весь ответ. А не говорили, что она там юродива или как. А это для всех закон был. Никак. Абсолютно никак. А юродивы, которые придуряются, к ним применяются правила бесноватые. Их не прищищать нельзя и ничего делать. А то некоторые начинают кричать. А вот кричит там, как хирургинскую читать-то. А священник приехал, говорит, что она тут одна была, кричала. Ну стали ей помогать. А муж у нее в армии-то, ну солдатка. А эти стали кричать. Он говорит, сегодня же прекратите. А что делать? У нас тут второй этаж, говорит, понимается. Сразу туда пригласите их. Так, приготовьте плети. Каждый по 40 без одного. В один день вылечил всех. Все, растянули их, отшпарили. И домой еще раз будешь, значит, каждый день будем пороть тебя. Или не ходи в храм. Все, прости, батюшка, больше не буду. Потому что той Пороскове помогали, Ксении. Я хочу, чтобы мне помогали. Тут просто даже. Это все дурь. Главное, два вопроса. Первое, самое главное. Рождение свыше. Если этого нет, то все пустое. Почему? Восьмая глава 9 стих Кремлин. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Вторая часть, это то, что Серафим сказал. Стижание Духа Святого. Вот в этом все. Чтобы, а где стяжание Духа Святого, там миссионерских отделов не образует. Ксистос под боем посылал. Это все обман. И не надо бояться сказать. Бог дал тебе свободу Духа. Как Андрей Кураев обо мне говорил как-то. И говорит, Игнатий все равно там кто это. Какой там, тем более, наши соборы. Написано, говорит, для всех одинаково. А мне не все равно. Я думаю, что епископ скажет. Вот когда его тряхнули, я говорю, приезжай сюда. Вот у меня здесь второй этаж. Я говорю, тут нары готовы. Да не заят. Палате, палате. Сухари, я говорю, уже насушил. Он ко мне приезжал сюда. Книги покупал. Вот здесь вот, где я сижу. Я слышал, что он приезжал. Но вы лично с ним виделись или не виделись? Он приезжал, видел вас или не видел? Ну, говорил с вами или нет? Здесь он был и говорили. Вы с ним, да, говорили? Ну, здесь вот я, где сижу, здесь он у меня приезжал. Но главное, а вы слышали, какой он отзыв обо мне дал? Конечно слышал. Очень понравился мне. Ну, да, он знает. А он много, я гляжу, у него где-то встречается. А мне говорят, прям ваши в праздник предложения. А я не знаю. Я сказал и отошел. У меня нет никакого духовного образования. Я проверяю себя. Вот, и день, и ночь на молитве. После молитвы. И смиряюсь. Вот я, знаешь, хотел сказать. Есть такое толкование епископа Виссариона. Знаю, знаю, у меня есть. Очень редкое такое, люди мало знают где-то. И возьми даже, вот сейчас при католикам судят за филиоквы. А половина святых отцов понимали как католики. Чего вы молчите? У Василия Великого родной брат Григорий Нискин понимал так же. От отца и сына. А вы как считаете, от отца и сына. Писание говорит. Но я считаю так, как канон есть. Я просто свое мнение высказал. Я не навязываю ничего от отца. А от сына нет, а что, они они равные. И говорят, пойду и пошлю, я пошлю. А в другом месте. Ну, Игнатий Тихонович, по этому поводу, по филиокву, я ваше мнение слышал. Что как бы одни так, одни так. Но я с ним не могу согласиться. Потому что там далеко не равные части. И если читать догматические труды все православных. Все. И Макария Булгакова, и Иоанна Дамаскина. И читать этого Олега Давыденкова, и там монаха Исааки. Все драматические труды по поводу вот этого там, как раз филиоква. Там они очень популярно объясняют, что нельзя считать, что дух от сына исходит. Очень популярно. И, секунду, я скажу, пожалуйста. Там Флорентийская уния, есть целая книга Марка Эфесского на Флорентийской унии. И он там тоже очень популярно это объясняет. Что там четверить божество. Что дух святой получается, как бы раб Иисуса Христа и отца получается. Там, и это даже людям непонятно. Получается, в католиков из-за этого полностью пропало понимание троицы отдельных частей. У них так. А, если дух святой от Иисуса и от сына, ну, значит, и Иисус от духа и от отца. И отец от духа и сына. И такое смешение. Там очень неравная часть. И Августин высказывает его по этому поводу. Он в другом месте высказывает совсем противоположные мнения на этот счет. И все, вот Флантис Куни, это же 15 век. Там уже были очень много книг. В поколении святых отцов прошло много. И все, все аргументы католиков, они тоже приводили святых отцов. Марк Эфесский, не только он, конечно. Он, как бы, говорил, что это доказывал, что это или подложная книга. То есть, неправильно. Или чтение, как бы, святой отец, там, в частности, Василий Великий, выразился неконкретно. И вы на этом спекулируете. То есть, это вполне конкретно можно прочитать. Я здесь, я это такой вольности не даю себе. Я считаю очень опасно. Мы поделились мнением. Я вам говорю, я пойду и пошлю. Эту вправду никуда не обойдут. Я пошлю, я, я пошлю. Мы знаем, и все. Но я никогда не буду это читать. Почему у нас принято от отца, от исходящего. Все, по православному, как положено. Но у меня есть мнение, не мнение, это не тарелка, ее не меняют. Потому что Писание остается в силе. Еще раз говорю, родной брат Василия Великого понимал филиоку правильно. А это от нас скрывает. Марка Ефесского везде трясут, а счет за ним больше числится. Вот у старобрядцев, у них как? Федор Студит. У них главные, которые Федор Студит, Максим Исповедник. Все. А почему? Они всех называли еретиками. И поэтому у старобрядцев только одно. Ты еретик, переходи к нам. Все, проповедь кончилась. Ну не можем мы так делать-то. Но от нас не зависит. И в этот таинственный не проникнуть никогда. Но так принято. Я читаю. Но Писание говорит, и католики правы здесь. Оставьте их в покое. Они так делают. А то они говорят, это можно как угодно. Нас они хизматиками зовут. Меня это не касается, как они меня будут звать. Я знаю одно. Что это церковь приняла на соборе, и мы придерживаемся. От Отца исходящего. Все. Но их я никогда судить за это не буду. И еретиками за это считать не буду. Православные как бы толкуют, что все места, где Иисус говорил, что Он пошлет, это как бы через Него. Но когда говорится о Троице, имеется в виду именно исток. Исток Божества. Вот в чем я могу с вами согласиться, это то, что это запредельный разговор. Это миссию не с этого надо начинать. Это сто процентов, я думаю. Это уже такие метафизика пошла, мне кажется. То есть это я могу смысл. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, ты не оказался лжецом. Считаем 21 глава, там 27 стих Откровения. Участь лжецов в озере Огненном. Здесь добавляется. Это надо понимать. Вот так неправильный перевод. Это все еретики так говорят. Перевод, который синодальный, он не один из лучших. Самый лучший за всю историю. Таких переводчиков сегодня нету. Это уж никто-то мне прямо сидели, мы с Александром Менем беседовали, когда. Я говорю, вы могли бы так перевести? Он наш отшатнулся. Да никогда. А он с оригиналом евреи работает. А здесь не так переведено. По словарю ищи ты. Не, не, я синодальный перевод. Это вот у меня есть синодальный перевод. Это самый мой любимый перевод. Я даже, ну, хотя я так на украинский разговариваю, но у меня есть Библия на украинский, я не могу читать. Я читаю синодальный перевод. Конечно. И у меня есть еще церковно-славянский. Я как бы могу две сразу книги открыть и там читать или... Мне нравится. Там более глубоко. Например, даже стих «Лучшим воспользуйся», как «Рабом ли ты призван», да, там, «Лучшим воспользуйся», а в славянском, там, «Больше поработи себя». Интересно, да, то есть сразу акцент, что не надо там быть свободным, а надо воспользоваться лучше там свобода, если ты можешь. А если не можешь, то лучше будь рабом, хотя бы здесь послужи, а не будешь там скитаться просто. Это очень интересно. И, например, вот я хочу вас спросить по синодальному переводу, если можете. Ну, это как бы не провокация такая, конечно, но... Что вы скажете, почему Бог не принял жертву Каина? Как? Не принял жертву Каина. Ну, вы не поняли, что это какая-то провокация. Я не пойму, что не понимаю? Жертву Каина. Каин. Каин. Жертву Каина. Авель и Кавель. Авель и Каин. Так. Бог не принял жертву Каина. Ну. Почему? Почему? Вот по переводам. Мы знаем, что жертва идет. Сердце чистое. Говорит, и жертву 50-й псалом, когда читаем-то. И поэтому он дал то, что в проекте никакой ценности не имело. Во-первых, не от чистого сердца. Это уже понятно, когда Бог не принимает. Мы знаем, положи, он уже... Положи, примирись прежде там. А второе, что там нет пролития крови. Жертва на крови. Без пролития крови нет прощения грехов. Он ни то, другое не знал. Но тот уже, как говорится, интуитивно или по велению Бога принес. А ненависть его сразу и проявилась. Пойдем в поле. Как в вагоне, когда говоришь, выйдем в тамбур. А он сам в носу в руке пырнул и спрыгнул. Каину Бог дал знак. Говорит, а какой знак? Трясовица. То есть он все время тресся. Вот увидит, я сижу с одним. Первый раз пришел человек, я его не знаю. И глядел по ограде у нас, идет милиционер. Он сразу, а почему милиционер идет? Я говорю, а ты что дернулся-то? Оказывается, его ищет милиция. А милиционер заходит, документы предъявите. Вот и все. А я милиционера вижу, я во всех отделах сколько лет вел занятия. Они мне все приветствуют и помогают. Вот и разница. Надо жить открыто. Вот мы как показываем расчет, который даю, все деньги считают, работаем, у нас все, и как обедаем, и даже сонному мне тут разбудили, о подкаблучниках вопрос задали. Видели? Да, да, видел, видел, смотрел. А эти сидят, он сидит, допустим, там, Смирнов, Дмитрий, там, любого возьми, они только под часами там и обстановка. Их жизнь-то никто не знает, не видит. А мы все, вот с вами поговорили, не просто звонят, а видно, как вы сидите, листаете, читаете. Я стою вот, махнул рукой, все отображается. За это вам большое спасибо, это очень ценно. Спасибо, Христос. Я понимаю, да. Так, секунду я вам хочу... Вы знаете, я слово «проблема» исключаю из лексикона. А я сказал это слово? Нет, не сказал, я просто, чтобы знали. А спасибо сейчас из вас выскочило только. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Слово «проблема» – это нерешенный вопрос. Все, понятно. Да, мы приступаем к разрешению его. Где-то уступить надо, где-то вести войну до конца. Есть один грех, против которого воевать не приходится, только отступать. Сейчас, сейчас. Я прочитаю синдальный перевод. Это по массоверскому тексту, взято именно из массоверского текста. Если делаешь добро, то не поднимаешь и лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. А вот в церковном славянском это взято из септугинты. И когда еще право принес, если право же не разделил, если не согрешил, если умолкни, к тебе обращение его, и ты тем обладаешь. И толкование, например, Златоуста и Ефрема Сирина про то, что Каин, так как ави взял от первородных стадо своего, от тука их, то есть взял самых жирных овец. А Каин, как здесь в церковно-славянском переводе пишет, что он не взял лучшие плоды. Он неправильно разделил. И так толкует Златоуст, и так толкует Ефрем Сирин, и там очень многие отцы. И вот септугинта здесь нам очень сильно пригодилась. Вечер, пролитие крови, пролитие крови главное-то, лучше не лучше. Баран от барана немного отличается, а тот принес богурец вот такой вот, что Бог принял, что ли. Он знал, грех лежит у дверей. Он уже до этого смотрел. Ну как, вы считали, то идет, что и ест он. Дай мне этого, этого красного. Исап, как продал первородство-то? Это в нем было. И потом плакал, просить уже ничего не вернешь. У того он понимал первородство, несет с собой то и то и то и благословение. А он мне благословением пренебрег. Вот эта история от Каина идет. Они просто так сказали и все. Тем более церковнославянского языка такого в мире не было. Это мертвый язык с самого изначала. Искусственно придумали. Искусственный язык, я понимаю. Так, это одно понимать. Другое дело, что переводили его с прокладкой. Сначала септуагинта, а потом туда. А русский перевод, который брали прямо с оригинала. Я занимался много лет разными языками. И поэтому маленькая тема и в этом деле. И это не годится. Вот по-немецки так... Игнат Тихонович, я очень не люблю синдальный перевод. И то, что вы его так, как бы, ну, пиарите, можно сказать. Это, конечно, похвально. Миссионеры сейчас все держатся за этот перевод. Потому что славянским, конечно, что ты не пойдешь в массы. Ты будешь заикаться, запинаться. Но сам славянский перевод, он очень хорош. И если в будущем церковь сделает полный перевод септуагинта, это будет, конечно... То есть церковно-славянский перевод. Чем Павел Юнгеров там начал заниматься и не закончил. То это будет, конечно, вау. Очень сильно будет. Но пока что не наблюдается. Я вам поясню, почему люди, которые против, они не знают наизусть. Если ты наизусть знаешь синодальный перевод, ты людям будешь это говорить. Слово Божие имеет особую силу. Сатана почему ни разу не распротивился на три ответа Христа? И Христос ни разу не сказал свои слова, а именно цитирует уже написанное. Это особая сила. А вот так сказал, тебе это только под ногами будет путаться. Никому ты не дашь. Они глаза раскроют и не поймут. Я сравнивал полностью немецкий текст, латышский, английский. Где Библию кладу, то есть в который язык я понимаю. Допустим, если сказать приблизил царство небесное, а в английском языке at the hand. То есть царство Божие под рукой. Под рукой. Да, у меня есть это. У меня этот перевод тоже есть. Это New American Standard Version. Да. Я это видел. Оно что-то объясняет, но дальше я не пойду. Переводчики здесь были. Четыре духовные академии переводили. Этого нигде не было. А потом один из присутствующих дней в Синоди отдавался на проверку. Это шло. Двое канонизировано уже. Макарий, Алтайский. Тут даже сравнивать не с чем. И вот начинают. А вот там неправильно не сходятся. Вот у нас тут один был. Плоская земля. Она не шарообразная. А куда третья? Это 1132. А это шар, это шифер вроде. Всякую билиберду несет. Почему? Беснование. Это сатанинская ложь. Она не бывает одна. Она целую сеть тянет. Теперь у него все. И славики там щебаркульские, и святые, и пророчества, и динозавры. Я это верю. Там просто недоказуемо. И будет докаж. Но в принципе, доказать, что земля круглая, это можно листы аргументов найти из Библии, и научных аргументов. Но он просто это не послушал. Он там показывал, например, такой, как бы в защиту себя, что как в Google картах там много несочетаний. Якобы там меряешь так, а в реалии по-другому. Но это уже все наука знает. Это просто, как бы, проекция маркатора называется. То есть, землю надо мерить только по глобусу. А любая карта, она будет давать искажения. И это не потому, что тебя дурят, и там теория заговора какая-то. Это просто нереально землю на плоскость проекцию сделать. Потому, землю только по глобусу меряют. А он там накрутил, что это карты все там подложные. Надо прочитать, это в Википедии сразу пишет, что невозможно. Есть много разных карт. Одни, но одни там жертвуют углами, углами между островами. Другие жертвуют размерами. Кто какой выбор сделал, ну, идеальную карту нереально нанести. А он, как бы, по гуглу, там такая проекция маркатора, что Россия очень большая кажется. Но если реально ее мерить, то она, как Африка, но на карте она намного больше кажется. Это потому, что вверху, там, так же самое Гренландия. Проекция просто очень, ну, масштаб не тот. Поэтому все по глобусу надо смотреть. Я это видел очень по-биллу. Но, если честно, вот тот стих «Земля-шар», я не могу согласиться с вами, что шар там имеется, что это стих, как бы, мощный, можно так сказать. То есть, что там именно имеется шар объемный. Потому что в церковнославянском стоит круг, и на других переводах английских, там самый популярный и мощный, это короля Якова, там тоже не стоит слово «объемный шар». А стоит там плоскость или что-то такое. Да, у Якова-то разве переведены неканонические книги? Да, переведены. Это они отпали от католиков, и еще книги не успели выкинуть. Переведены. Она приезжала к нам одна англиканка. Я знаю, перед революцией уже полностью договорились об объединении, признании друг друга-то. И революция помешала. Они утверждают, что у них рукоположение. Речь шла только о рукоположении, ни о чем. Вот откуда берем, как определять, церковь это или не церковь. А там какие-то, где-то у сирийцев что-то не так. Это другой вопрос. Это церковь. Церковь с накопленным багажом. Ложная там, левая, правая. Это уже вопрос совершенно другой. Вот у нас тут Григорий Армянская церковь, апостоличная. У них есть святая рептимия. А рептимия у нас в календаре, это до еще разделения где-то. Но они говорят, вначале, ну это что там, монофизиты. А мы сейчас понимаем, все одинаково. Что я буду, зачем я ему буду доказывать, что он не прав. Когда он показывает и рассказывает правильно, исповедует правильно. Наш патриарх служит с ними, с католиками там где-то. А я буду умничать. Зачем мне это нужно? Я не за патриарха говорю, а за то, что надо знать свою меру. Патриарха сейчас клянут там все, он продал, он ничего не добавил. А вот встретились с Франциском в Гаване, он теперь, я говорю, конкретно скажите, что он добавил? Когда все уже разрушено. Крестят по-католическим, покропили или как-то, бриты. Это все безумие католическое уже здесь у нас. С Украины это все понанесли. Вага меня в детстве крестили полным погружением. А у нас здесь в храме, в Черновцах, в соборе кафедральном есть купель. Это очень нам повезло. Он крестят тайным погружением. Даже денег не берут. Не знаю, всегда ли не берут, но не берут. Этот случай я знаю. Дальше. Посылаем на Афон, который далек к нам ехать сюда. У нас 8 июля будет здесь крещение в озере. У нас вся община всех крещеных в полное погружение. А поехали в Афонию. А они, монахи, на сегодня, как воина Ясенецкий, Лука, он вообще не признавал никакого кропления другое. Только троекратное полное. Они это все скрывают. Да, я знаю. Я читал. А монахи крестят прямо в море. Их туда приехали. Они вышли и, говорит, с тем монастырем, говорят, приняли крещение. Они одни приехали. Ищите поближе. Когда Дмитрию Смирнову сказали, что Лука, воина Ясенецкий, так думал, он сказал, что это теологумен. Это как бы теологумен. Частное мнение. Несчастное мнение. Апостольское 50-е правило. Я это все знаю. Я вот как бы похвалю вас перед интернетом, что я читал вашу книгу «Еслим православия», и там было о крещении. Перед этим я очень большой материал. Я и книгу правил, и Михаила Лузина читал. Там целая статья у него про крещение. И смотрел куча видео, и все, где мог, как Иларион Илфеев, что пишет о крещении. И Луки смотрел. То есть, очень большой материал я перечитал, а потом начал читать вашу книгу, и увидел, что там еще больше материала. То есть, вы сделали очень большую работу. Это я могу засвидетельствовать. Я 40 лет собирал материал. 40 лет. Только одна патрология, это 300 томов. Да, да. И вы там делаете заключение, что надо перекрещивать. В принципе, я согласен с этим. Какой собор Владимирских католиков и неполное погружение всех в Россию не перекрещивали, просто не признавали и все. Я отвечаю, пираты захватили корабль. Не надо больше ничего говорить к этому. Ну хорошо, мусульмане признают Иса, но Иса это не наш Иисус. Наш умер за грехи, а у них он просто вознесся. Я по этому поводу вопрос как бы написал. Вы, если с католиками будете беседовать, когда я могу просто подсказать вам свою практику с мусульманами, никогда не произносить три слова. Три. Аллах, Мухаммад и Коран. Не произносите. В Йемене-то, кто произносит, государственный закон карает их уже. Не произносите, нам это не надо. Меня Бог послал проповедовать Евангелие. А я отвечаю, вместо 4.12 Деяния апостолов, считайте. 3.36 Евангелие от Иоанна, прочитали. А вы же Иджил признаете Иджил Евангелие? Ну вот теперь верьте так. Они сразу принимают это как кощунство. Как кощунство в их сторону. Имена такие называть в плохом русле. Это кощунство, сразу у них нервы начинаются. И ваш метод, я смотрел ваше видео, мне очень нравится. То есть метод, как бы вы им рассказываете, но при этом не затрагивайте их не святое, чтобы они не разгрались, не говорили, что вы кощунек или не хотели вас побить. Это метод очень хороший. Но Даниила со своем. Даниила со своем. Я весь Коран разбираю по сурам, а я там весь. А я все читал. Сравнение. Вот и весь сказ. Я просто исследую, смотрю и показываю. Вопрос, вот вы заговорили о мусульманах, как с ними говорить. Но у меня вопрос был похожий. Вы говорили, кого они там признают. У меня вопрос вроде и детский, но вроде и очень важный. Это кому молятся евреи в синагогах? То есть какому Богу? Нашему Богу или это уже не Бог, или это бес, или кому они молятся? Или это они молятся какой-то части нашего Бога, или прямо бесам молятся? Вы про кого спрашиваете? Евреи в синагогах, кому молятся? В синагогах. Это у нас один Бог. А когда патриарх Алексей II встречался и сказал, ваши пророки, наши пророки, он сказал правильно, так его чуть не задушили за это. Патриоты. Знаете, когда говорят это патриоты, я все вспоминаю, как в Тихом Доне Шолохов говорит, от каждого червивого котелка за версту воняет патриотизмом. Они даже не знают это слово патриотизм. То есть применить фразу, что язычники приносят жертву бесам нельзя к евреям, да? Нет, это язычники, язычники, которые приносили жертву. Не к евреям это. Но евреи это уже сейчас не к евреям. Патриоты, ягвы, ягвы, егова. И мы-то евреи, весь Ветхий Завет они его признают, но не считая ни канонической книги. Ну, Тора, там, Танах, все это у них объяснено, в каком он есть. А мусульмане? В каком Богом? Мусульмане совершенно другое. Аллах это не наш Бог. Не наш, да? Не наш Бог. Евангелие, которое они называют, они по-своему называют. Иисус это не Он. И Марьям, интересно, они считают, что Мария, это родная сестра Моисеева и Марьями, а между ними 1600 лет. Ну, как это? Это никак. Кто ему нашептал? Кто такой Джабраил был? В Жития Святых там написано такое, контактеры. Я поэтому никогда этого не касаюсь. Я много занимался этим вопросом. Хороший журнал выходил, кажется, «Заря Востока» в Нашкенте при советской власти. Там такие были переводчики. И объясняют, сколько этих нападений он делал, Мухаммад, как это было, ну и прочее. Там Айша, за что обвиняют, а сами не знают. Я никогда эти темы не касаюсь. Зачем? Когда я сказал, нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало нам спасти, в Деянии 4.12. Это как раз говорит, что я ничего этого не признаю. Я христианин. Я христианин, и всё сказано. Другое мне ниоткуда не пойдёт. Я святых отцов всех рассматриваю по основанию Библии. Каноны все на основании Библии. А если не по Библии, а не по Библии, зачем я гибнуть буду? На суде страшном не будет, они все сгорят. Ангел нёс одно Евангелие. И судимы будете по слову. 12.48 Евангелие Теяна. И поэтому я никому не могу отдать мою душу, она только одна. Вот я прочитал, высветил. Теперь попробуйте на основании Библии. Во свете Библии судите. Вызывайте меня и судите. А чего вы начинаете говорить? Вот там мощи с мощами-то. Нигде не написано, чтобы резали, фаршировали. Нигде. Я им показываю в симфонии, сколько которые умирали запрещали. Инна Тихонович, кажется, да, Иаков попросил перенести его мощи в места, где было захоронено Врам и Сара. То есть, что это требует как бы эксгумации, правильно? Или как там? То есть, могилу брали, раскапывали и переносили. Нет, нет. Ну, Христос, где воскрес, разве раскапывали? Ну, зашли в пещеру, взяли. То есть, ну, суть в том, заходили в могилу. Они бальзамировали их, зачем бы все... Бальзамировали. Они через Назрю, через Назрю выкачивали все, мозги и все. А Богу... Ну, это евреи, евреи, вы про евреев говорите? Египтяне. Не, не, я поговорю про то, что Иаков попросил, сказал, что похоронение не в Египте. Ну, вот так. А это требует эксгумации тела. Плюс, Иисус, когда упрекал евреям, он сказал, там, там, горе вам, что там строите гробницы пророкам. То есть, они строили гробницы пророкам. Ну, какое-то почитание, ну, конечно, это не мощь, резать мощь. Но, в принципе, почитать можно гробницы. Правильно или неправильно. А вот сразу тут встречный вопрос к этому пояснению. Вот нетленные мощи свидетельство святости. С чего взяли? И вдруг граница. Граница искусственная, государственная. А у греков наоборот. Если он не тлеет, грешник, три проверки дальше в море выбрасывают. Где эта граница? Кто это когда показал? Все это выдумки. Это выдумки. И никакого написана прахта, и прах возвратится. Еще в раю было сказано. Поэтому я советую все мощи собрать отовсюду. И с честью, с самой высокой честью, с патриархом, с песнопениями, где-то там в храме захоронить. И все кончилось. Сколько подделок разных было. Сколько всякого кощунства. И поклонялись, и годами не знали. Оказалось, в кости чеченца. Ну, еще спрашивать. Дальше по житиям вопрос. Дальше жития такое, там, ослябы пересвят. Что вы можете сказать по этому поводу? Как они попали вообще в святцы? Это как? Их на боях надо было отлучать, согласно канонов. Если человек пришел в монашество и принял обратно сан воинский, да будет отлучен. Все. И в первую очередь Сергия Лазаренко надо было отлучать. И зараза эта кончилась бы. А вот величие его победы. Какая победа? 400 тысяч вывели, а 360 убитые были. А уже через 7 лет Тахтамыш пришел и разрушил. И Сергий сжег там керри его. Почему надо было, как Кутузов, Иларион говорил, что, Михаил Иларионович, необходимо было уметь сидеть и ждать. Вот этого Бородино, говорит, не было бы. Он вымер бы зимой весь этот. А почему? Император приказал, говорит, он подчинился. Вот как надо рассуждать. Ждать. Смотрите, как старались с коммунистической идеей покончить Гитлер. Какой успех под Москву. Не надо ничего было. Из Ставрополя надо было Михаила привезти. И мирным путем все сгинуло, это сатанизм. А что порушило Советский Союз? Два, две вещи. Гласность и архипелаг ГУЛАГ. Солженицын и Горбачев. Ну, мне говорят, я в университетах все преподавал много. И говорят, ну ладно, с этим еще можно согласиться. Но Горбачев, я говорю, это Христос был, с маленькой буквы. А почему? Христос означает помазанник. Кир царь говорит, скажи помазаннику моему. А он Кир. А почему? Он вывел церковь в свободу, как Горбачев. Открыл храмы. Аналогии даже не надо искать, она прямиком. И он разрушил этот дьявольский конгломерат. Хотя мне, конечно, лучше было, когда республики вместе были. Не надо было визы открывать и все. Поэтому в Римской империи самое благоприятное условие было до мировой проповеди. Вы слышали, у нас президент Петр Порошенко в Константинополь, ну не в Константинополь, а в Греческую церковь подал прошение, чтобы получить автокефалию для киевского патриархата. А вот я бы даже спрашивать не стал. Тулеева, Рамзана Кадырова ежедневно молимся. Я понимаю, дать автокефалию, например, Ануфрию дать автокефалию, чтобы он стал патриархом и была церковь. Но дать автокефалию тем, кто в принципе отлучен от церкви, это же нельзя, правильно? То есть Филарету и всем неканоническим церквям. Я бы не пошел на исповедь. Но сказать, что безблагодатную, у меня нет основания. Никто меня не ставил на это. Но я не пошел бы, я внутренне не расположен. Почему? Ему здесь дали митрополита, думал быть патриархом, а теперь пошел против, оружие выпрашивает. Мы родные. Вот для нас никогда не было разницы Украина и Россия. Мы даже не разделяли это. Мы один народ. Одна вера. Я понимаю, но к спасению это имеет прямое отношение. Куда ходить? В какую церковь? Это не просто отдаленные какие-то размышления. Это практически люди спрашивают. Например, если я беру книгу правил, то я могу сказать, что киевский прихад, это там, ну, как бы нету где штамп поставить, чтобы не нарушили. И в первую очередь правила какие? Что там нельзя там чужую епархию проходить, или что нельзя там вопреки епископа алтарь строить. Это апостольские правила. Там 31-е или какое-то правило. То есть это как? Так, надо посмотреть, когда это говорится. Если говорится, что были мощи, 7-й Сиренский собор, 7-е правило, то речь не идет о том, мученика, тело, а не то, что там нос или ухо отрезали, принесли. Еще выдумывают-то. Надо считать правила правильно, не добавлять слова. А тут везде добавляется. Я говорил не о Филарете Денисенко. Нет. А которые тогда к московскому патриархату относились, они отдельно могли быть? Могли, конечно. Могли. Это я понимаю, да. Это можно, но уже тем, кто вопреки церкви, ну, как получается, там правила нарушил полностью. И он отлучен от церкви. То же самое, что я буду оглашенным, мне дадут автокефага. Это же ненормально. Они даже не оглашены. Я ответил на это. Ответил, что, имею в виду, а когда в Украине спрашивают, куда, я говорю, ходите в храм московской патриархии. У нас просто люди перекрещиваются. Перекрещиваются. Это нормальная практика, перекрещиваться. Если полное погружение было, не может. А если был только мощеный, обязательно крестить. Я имею в виду, с киевской патриархатой. Нет, нет, нет. Я к этому, это ребенок упал, на ребенка упало, убило, и не стали отпевать где-то. Дурью маются. Ребенок-то при чем здесь? Киевский патриархат. Да Богу нужны наши патриархаты. Умер Ельцин. Дьякон стоит. Господи, помяни, прервого президента. Богу нужны наши патриархаты. Я про то, что их таинства. Люди идут, крестятся у них, но потом говорят, что это таинство, это инсценировка. Не знаю, я просто вам советую это. Никогда в это не входите. Таинственно Богу принадлежит. Но, если уже там покрещение, полное погружение, так и должно оставить. А если не было, ничего и не было. Обман. Почему и написано, выныривает из воды. Трижды полностью погружены. Правила. Святые отцы говорят. А это католикам приноравливаются. Католическая мерзость вся заползла. Через Украину мы этой заразой тут пользуемся. Оттуда приезжают, просто никуда не годится. Бритые. Тут половина, все они из Украины. У нас еще в армии было. Говорят, хохол домой не пойдет, если лычку не получит. Хоть младший ефреатер, но все равно. Но ефреатер был, над всем миром командовал. Почти. Над тех, значит, я так... Если что, давайте расставаться. Мне уже пора отходить. Все, спасибо тогда. Спасибо. С благом. Спаси Христа. С благом. С благом. Сради вас Господь. И вас. Я вам в виду сейчас кое-что сброшу немного. Внизу посмотрите. Хорошо. Отключайтесь. Спасибо. 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 Спасибо.